Этим миром Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мир как подиум, как сцена Каждый шаг твой на виду Достигай высоких целей Воплощай свою мечту Как преодолеть преграды Для себя найдешь ответ Шаг за шагом все награды Собирай букет побед Фаберлик Новый модный для тебя Фаберлик Стильная история Фаберлик Мир успеха дверь открой Фаберлик Следуй за своей мечтой Фаберлик Красота и грация Фаберлик Фаберлик Это грономации Фаберлик Здесь ты, ух, здесь ты и я Фаберлик Новый модный для тебя Фаберлик Новый модный для тебя Фаберлик Стильная история Фаберлик Мир успеха дверь открой Фаберлик Следуй за своей мечтой Фаберлик Красота и грация Фаберлик Это гром овации Фаберлик Здесь ты, ух, здесь ты и я Фаберлик Новый модный для тебя Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я очень рада быть здесь С вами в этом прямом эфире А все потому, что у нас есть Замечательный повод для встречи Совсем скоро 25 декабря Не декабря А ноября Правильно, это была проверка Для тех, кто точно знает И ждет нашего нового макияжа Нашего нового Глэм Тим От Фаберлик Что же такое Глэм Тим? Глэм Тим Это прежде всего Команда профессионалов С большим опытом И она работает для вас Наша команда Состоит из Большого количества Разнообразных Профессионалов Своего дела Прежде всего Это не только Продукт Который мы запускаем А это Дизайн упаковки Который, кстати, был Разработан для нас Французским креативным бюро Это реклама в каталоге У нас работает Огромная команда Диджитал отдела И мировые рекламные агентства И еще очень много Других служб Которые помогают создавать Не просто продукты А сенсации Мы подробнее расскажем В следующих прямых эфирах О каждом из этих Прекрасных подразделений Наверняка вы уже знакомы С нашим итальянским Креативным директором Андреем Песча Многие из вас Видели его на ассамблее Кстати, он передает Вам большой привет Буквально пару дней назад Мы снимали Персональные туториалы Вместе с ним Это Персонализированные Мастер-классы Которые мы создаем Специально для вас Но об этом Немного позже Сегодня Мы рады Представить вам Анонс Наших новых продуктов Которые Поступят в продажу С 17-го каталога 2019-го года Стоит отметить Что наша коллекция Будет пополняться В течение всего 2020-го года И вы увидите Множество Инновационных Невероятных продуктов Которые мы очень любим И ждем запуска Сегодня Вместе со мной В этой прекрасной студии Елизавета Фросина Наш официальный Глэм-тим Визажист Лиза С Лизой Вы знакомы Также По ассамблее Она Помогала нам И презентовала вам Эти продукты На ассамблее Но сегодня Мы решили Показать более подробнее И остановиться На каждом продукте Чтобы показать Как же их Можно и нужно Использовать Я Передаю слово Елизавете И она уже подробнее Расскажет И покажет Самое главное Как наносить Наши продукты Но прежде Чем передам слово Скажу Что вы можете Оставлять Все свои вопросы И комментарии Под В комментариях Под прямым эфиром И после Завершения Мастер-класса Мы с радостью Ответим На все ваши вопросы Лиза Тебе слово Доброго времени Суток Оля будет со мной Будет Помогать Рассказывать По Каким-то Преимуществам Продуктов По их Цветовой гамме Поэтому все вопросы Вы тоже можете Направлять Мы Сейчас совместными Усилиями Попытаемся Максимально Погрузить вас В нашу Атмосферу Глэм Тим В нашу Команду И естественно Будем показывать Очень красивые Макияжи Техники Нанесения Ну что Начнем Начнем С чего обычно Начинается Наш макияж Мы Очищаем кожу Тонизируем Ее Увлажняем И первое С чем мы работаем Это наше покрытие В Линии Глам Тим Есть Три Тональных Средства То есть Это три Оттенка Тонального Средства Сыворотки И также Пудра И сейчас Мы с вами На нашей Прекрасной Модели Будем Наносить С помощью Кисти И пальчиков Рук Я буду Наносить Оттенок 61-75 Мне очень Нравятся Эти тональные Основы Тем Что Они Очень Пластичные И их Можно Наслаивать То есть При Нанесении Мы Можем Получать Абсолютно Разный Эффект Покрытия Так Я набираю На такую Плотную Но в то же Время Пушистую Кисть И Начинаю Макияж С Нижней Части Овала Лица Я буду Демонстрировать Поворачивать Модель Чуть По-разному Чтобы Вы все Видели Оттенки Подстраиваются Под кожу Поэтому Чем Более Тонко Вы Наносите Тем Больше И Аккуратнее Как бы Тональное Средство Делает Более Такое Натуральное Полупрозрачное Покрытие Адаптируется Под свой Цвет Кожи Мы Сейчас Попросим Олю Рассказать Нам Немного По Преимуществам Что у нас Внутри Баночки Интересного Да Конечно Кроме Того Что Тон Идеально Выравнивает Кожу В нем Еще Содержится Специальный Инновационный Компонент Под названием Лифт Олео Актив Который Имеет Мощное И Быстрое Мультилифтинговое Действие Этот Актив Дает Мгновенное И Видимое Сокращение Морщин На 25% Спустя 5 минут После нанесения Представляете Какие Инновации Кроме Того В тональном Средстве Содержится Спф Фактор 15 И Всеми Любимый Эффект Софт Фокус Это Эффект Рассеивания Рассеивания Света За счет Специальных Микросфер Которые Визуально Маскируют Неровности И Придают Коже Более Идеально И гладко А главное Естественно Сияющий Вид Вообще На самом деле Я Особое Внимание Хочу Обратить На Содержание Спф В Тональном Средстве Потому что Это Безумно Полезная Штука Которая Сохраняет Продлевает Молодость Кожи Сохраняет Вот этот Лифтинг Эффект То есть Если вы Регулярно Используете Средство Содержащее В себе Спф Вы Продлеваете Жизнь Вашей Кожи И Ну Намного Позже Будут Появляться Морщинки Не Будет Эффекта Фотостарения И У кожи Всегда В принципе Дополнительная Защита Так Я Наношу Я взяла Оттенок Мы Немножечко Будем Создавать С помощью Тона Такой Легкий Эффект Загара И Дальше Если Оля мне Разрешит Мы Вам Будет У нас Чуть Позже Но Мы Уже Хотим Познакомить Вас С ним Мы Хотим Чтобы Вы Тоже Знали О всех Наших Новинках Первое Вот Мы Не будем Сейчас Говорить О его Названии Чуть Попозже Просто Продемонстрируем Как Он Будет Смотреться В Макияже Вот Смотрите Я Сейчас Растушевываю Кистью Тональное Средство Вы Можете Делать Это Пальчиками Вы Можете Делать Влажным Спонжем Если Допустим У вас Кожа Обезвоженная Или Сухая У вас Есть Какие Шелушения Влажный Спонж Это Вообще Прям Решение Очень Хорошее Потому Что За счет Таких Прихлопывающих Движений Вы Все ваши Шелушинки Вы Их Как бы Усаживаете На кожу И За счет Того Что Сам По себе Спонж Влажный Он Дополнительно Еще и Влажняет Но Спонж Будет Делать Более Прозрачное Покрытие Кистью Мы Делаем Более Плотное Покрытие То есть Вот сейчас Мы выбрали Покрытие Более Плотное Но Я не могу Сказать Что Оно Прям Вот Создает Какой-то Слой На лице Нет С этим Тональным Кремом Такого Быть Не Может Потому Что Очень Улажняющее То есть У нас Сейчас Получается Покрытие Наверное Плотности Такое От Полупрозрачной До Средней Так Мы Нанесли Растушевали И Дальше Покажем Наш Продукт Да Конечно Я думаю Что он Здесь Необходим Так Следующий Наш Продукт Это Консилер У него Просто Потрясающая Текстура Сейчас Я подумаю Какой Кистью Будет Удобно Носить Мы Вам Пока Показываем Его Просто В секрет Да В секретной Баночке Чем Тебе Нравится Этот Продукт Мне Нравится Что Он Такой Очень Пластичный Полупрозрачный Он Прям Как Водичка Но В нем Много Пигмента То Есть Он Абсолютно Невесомый Но За счет Содержания Большого Количества Пигмента Он Будет Очень Здорово Перекрывать Какие То Зоны Либо С Пигментацией Которая Нас Не Устраивает Там Покраснение Синячки Либо Просто Будет Создавать Эффект Свежести На лице То есть Мы Вот Сейчас За счет Того Что Мы Взяли Оттенок Чуть Чуть Посветлее Мы Наносим Его Под Глазик И На Зону Голливудского Треугольника Она Идет От Крылышка Носика К Внутреннему Уголку Глаза И Там Приблизительно Где Заканчивается Бровь И Мы Наносим Туда Оттенок И Он Прям Полностью Освежает Наш Макияж Поверни Носик Туда Чтобы Сравнили Так И Наносим На Второй Вот Второй Глазик Точнее То есть Пальчиками Я помогаю Я его Как бы Дотушевываю Вообще Всегда Любое Средство Если Вы Видите Что Вам Кажется Что Его Избыток Или Она Не Окончательно Растушевана Вы Можете Помогать Себе Подушечками Пальцев Они Тепленькие Они Делают Более Пластичными Все Продукты И Очень Очень Мягко Распределяют Наши Пальчики Тоже Очень Очень Хорошо Растушевывают Закрываем Глазки Чуть Чуть Подбровка И Дальше Мы С вами Со Следующего Этапа Переходим На Пудру У нас Есть Очень Классные Пудры Которые Можно Наносить Двумя Способами Сухим И Влажным Нанесением Да Эта Технология Называется Wet and Dry Она Многим Знакома Получали Много Отзывов В обратной Связи Чтобы Мы Эту Инновационную Текстуру Вернули Но Мы Нашли Более Современную Текстуру Итальянскую Между прочим И Сейчас Лиза Продемонстрирует Как же Ее Наносить Смотрите У нас В упаковке Идет Очень Приятный Спонж Я Им Очень Люблю Наносить Продукт Когда Мы Используем Самостоятельно То есть Без Тонального Средства Он Наносится Более Плотным Слоем Создает Более Ровное Покрытие Сейчас Нам Нужно Просто Зафиксировать Макияж Поэтому Будем Использовать Сухое Нанесение И Возьмем Для этого Тоже Нашу Пушистую Такую Скошенную Кисть Мы Набираем Лишнее Стряхиваем И Просто Аккуратно Проходимся По Лицу То есть Мы Не Стараемся Сильно Вдавить Пудру Она Будет Работать И так Даже При Совсем Легком Нанесении Там Оргай Сколько Удобно Вот Вы Можете Пропудривать Как Центральную Часть Так И Все Лицо То есть Все Зависит От Того Эффекта Который Вы Хотите Добиться Я Очень Легонечко Прохожусь И Смотрите У меня Получается Такой Эффект Не Матовой Кожи А Легкой Такой Сатиновой То есть Увлажнение В коже Сохраняется Мы Видим Что Кожа Здоровая Очень Такая Напитанная Но При Этом Такой Легкий Бархатный Сверху Эффект Это Вот Эффект От Нанесения Пудры Когда Мы Используем Кисть Далее Следующим Этапом Мы Будем Использовать Нашу Любимую Палету Универсальную Я Просто Обожаю Я Расскажу Вам Что В ней Находится И Оля Расскажет Про Ее Особенности Значит Здесь У нас Есть Тияющий Бронзер Он Подходит Ну Вообще Палета Универсальная Она подходит На все Типы Внешности И Можно Делать Как более Насыщенное Скульптурирование Ей Так и Совсем Легкое То есть Бронзер С сиянием Он такой Светло-коричневого Оттенка Далее Более Более Насыщенным Матовым Оттенком Скульптора Мы можем Его Углубить У нас Есть Сияющие Румяна Универсального Оттенка Которые Подойдут Почти Под любой Оттенок Кожи Глаз И Волос Пудра Для Запудривания Каких-то Маленьких Зон Которые У вас Блестят Там Где Вы Не Хотите Чтобы Был блеск Можете Просто Их Хайлайт И Я Все Это Начинаю Наносить И Буду Начинать Со Светлого Бронзера Затем Нанесу Скульптор И Добавлю Румян Наносить Я Добавлю Немного О Полете Хотя О ней Можно Говорить Бесконечно Потому Что Это Настолько Много Функциональный И Универсальный Продукт Что Мы Невероятно Рады Его Вам Сегодня Презентовать Во-первых Как Уже Лиза Сказала В Одном Средстве Находится Целых Пять Продуктов Это Невероятно Удобно Не Нужно Носить С собой Пять Продуктов Достаточно Взять Всего Одну Палету И Она Всегда Будет С вами Под Рукой Палета Содержит Инновационную Гибридную Текстуру Это Настоящие Передовые Технологии Что Значит Гибридная Текстура Это Технология Прессованной Жидкой Текстуры Инъектированная В отверстия Задней Стенки Палеты То есть Она Не просто Компактируется Как Стандартные Тени Или Пудры Она Заливается Туда В Гелевой Форме И Далее После Необходимой Процедуры Просушивания Текстура Становится Более Компактной Кремовой Но Невозможно Передать Словами Это Ощущение Необходимо Попробовать Чтобы Понять Потому что При прикосновении Текстура Подарит Вам Такую Небольшую Прохладу Это Очень Интересные Ощущения И Я Очень Советую Вам По-своему Уникально С Разными Текстурами С Разной Интенсивностью Вы Можете Наносить Как Кистью Продукты Также Можно Наносить И Пальчиками Можно Наслаивать Продукт Можно Использовать По Отдельности А можно Смешивать Оттенки Создавая Новые Индивидуальные Полутона Да Я Наношу На Все Лицо То Я Нанесла Первый Наш Бронзат Почти Как По Эффекту Пудры Исключая Только Центральную Часть И Затем Я Усиливала Более Насыщенным Цветом Прокрашивала Именно Внутри Вот Этой Большой Зоны Бронзера Я Углубила Цвет И Я Также Наносила На крылышки Носа На Линию Нижнего Овала Лица На Линии Шеи И Наносила На Глазки То Вы Можете Добавлять Везде Как Тени Тоже Можете И Сейчас Буду Наносить Румяна Румяна Это Вообще На самом деле Моя Любовь Потому Что За счет Румян Создается Вот Эта Свежесть И Общий Образ Ну то есть Закрываем Глазки В глаза Тоже Наношу По чуть-чуть То есть Без Румян У вас Получается Такой Монохромный Образ Спокойный Когда Вы Добавляете Румяна У вас Появляется Какой-то Очень Мягкий Романтичный Такой Характер И Конечно Свежесть Румяна И свежесть Это Вообще Знак Равенства Так Ну что Дальше Что мы Наносим Дальше Я сейчас Пока что Не буду Наносить Хайлайт Мы его Будем Использовать Дальше В других Макияжах И Сейчас Далее У нас По программе Мы вам Покажем Тени И нашу Палету Джангл Вообще Когда Создавались Тени Мы старались Продумать Максимально Универсальные Оттенки Для всех Типов Внешности То есть Такие Оттенки Которые Можно делать И абсолютно Легкий Повседневный Мейк И Макияж Который подойдет И на каждый день На вечер То есть Такой более Универсальный И абсолютно Вечерний Макияж Для того Чтобы можно Было Не только Сделать Глубокий Матовый Какой-то Цвет Но и Добавить Какого-то Красивого Сияния И У нас Будут Туториалы Где мы Вас будем Учить Тому Как это Делать Покажем Каждую Палету Раскроем Ее По максимуму И Сейчас Я хочу Использовать Очень красивые Оттенки Оливково-бежевых Тонов И Показать Легкий Приятный Макияж Который Дополнит Наш Образ Буду Наносить Четвертый Оттенок Пальчиком Он Имеет Такое Очень Приятное Сияние Наношу Его На Центр Подвижного Века И Растушевываю Чуть-чуть По глазу Самое Активное Это По центру И Все Остальное Пальчиком Просто Мягко Растушевываю Эти тени Кстати Тоже Упакованы Определенным Образом Да У теней Действительно Инновационная Технология Она Называется Back Injection В принципе Это Такая же Технология Заливки Как Я ранее Рассказывала О полете Значит Текстура В жидком Виде Сначала Подается В специальное Оборудование Там Она Под определенной Температурой Замешивается И Получается Компактная Текстура В чем Преимущество Такой Технологии Во-первых Цвета Оттенки Становятся Более Насыщенные Можно Создавать И Заливать В палету Разные Текстуры От Матовых До Перламутровых Кстати В нашей Палете Содержится Три Текстуры Это Матовая Сатиновая И Перламутровая Для Создания Максимально Большого Количества Разнообразных Макияжей Я Вот Тем Временем Использую Уже Сейчас Матовый Оттенок То есть Сначала Я взяла Сияющий И Сейчас Я Прорисовываю Складку Верхнего Века И Нижнее Века Матовым Таким Бежево Коричневым Цветом Видите Очень Натурально Получается Но Все равно Глаз Выделяется Получается Какой-то Объем Приобретается Какая-то Такая Бархатистость Я Вообще Очень Люблю Такие Натуральные Макияжи И Сейчас Для Того Чтобы Выделить Нашу Линию Ресничного Края Мы Добавим Немного Наших Темных Оттенков Так Сейчас Выберу Подходящую Кисть Я думаю Что Возьмем Такую Плоскую Я беру Не блестящий Оттенок Опять Я беру Матовый Набираю На кончик Кисточки Закрываем Глазки И Просто Аккуратно Между Ресничек Начинаю Такими Мягкими Движениями Вбивать Этот цвет Между Ресничек А как бы Поднимать Кисточку Чуть-чуть Вверх То есть Создавать Такую Легкую Растушевку Я не вывожу Никакие Стрелки Нам будет Достаточно Вот этого Цвета У ресничного Края Открываем Глазик Чтобы создать Яркость Такую Мягкую Дымку И мы С вами Дополним Макияж Глаз Нашей Супер Классной Тушью Которую Я сейчас Заберу У Оли О, все Оля мой Помогает Нам Тушь Очень крутая Тем, что Можно создать Натуральный Эффект А можно Создать Абсолютно Драматичный С Насыщенным Цветом Наслаивать И вот У нас как раз Были съемки Я тоже Экспериментировала Мы создавали Просто потрясающе Огромные Ресницы И сейчас Тоже Посмотрим С вами Как это Будет У нас Выглядеть Буду Буду Помогать Я хочу Рассказать Вот все Таки О текстуре Вот Экспериментировала И Это все Благодаря Формуле Которая Содержится Внутри Туши Расскажи К нам Формула У нас Позволяет Вытягивать Максимально Ресницы Делая Их Очень Длинными И При этом Создавать Изгиб Который Фиксируется И Мы можем Наслаивать Слой За слоем Тушь При этом Не будет Осыпаться А ресницы У нас Будут Становиться Более Пышными Объемными И удлиненными Да Изгиб Правда Фиксируется Причем Фиксируется Там Где Вы Захотите Вот Я Сейчас Приподняла Реснички Прямо У корня И Они Сразу Загнулись Зафиксировались Туда Глазки Если Вы захотите Вы можете Приподнимать Реснички Ближе К кончику Какой Вам нравится Эффект Вот И я Сейчас Прокрашиваю Сей плоскостью Щеточки И потом Я Поворачиваю Кончиком Низглазки И У корней Еще Добавляю Побольше Продукта Только Кончиком У корней Во внешнем угле Чтобы там Такой Более Знаете Был Эффект Драма Эффект Я его все время Называю На самом деле Просто Более Насыщенный Более Густой Вот Смотрите Как Классно Так И Второй Низглазки Туда Еще Стоит отметить Силиконовую Кисточку Она Небольшой Небольшого Размера Поэтому Очень удобно Прокрашивать Короткие Реснички И Распределять Массу По ресничкам Вдоль Всего Роста Очень люблю Силиконовые Щеточки Они Даже Ну Я люблю Даже Периодически Промывать Водичкой Бывает Что На щеточке Ну Там же Вообще В любом случае Всегда Много Туши Для того Чтобы Обновить Я отдельно Щеточку Промываю Просто Заново Ее Погружаю В туш И Туш Обновляется Классно А нижние реснички Мы не будем Полностью Прокрашивать Мы чуть-чуть Коснемся Просто У корней И Дополним Наш Образ Я думаю Что нам Сюда У нас Такой Свежий Нужен Блеск Я взяла Называется Too Glam Too Так что Очень Очень Ну потому Что очень Много Сияющих Частичек Он Просто Потрясающе Пахнет Да Лиза На всех Съемках Пытается Его где-то В уголке Аккуратненько Съесть Потому что Блеск Владает Отдушкой Такой Карамельки Очень Вкусный Поэтому Его Очень Хочется Скушать Чем Мне Нравится Очень Классные Мы Придумали Оттенки Которые Вы Можете Опять-таки Наносить Более Густо Будет Более Насыщенный Оттенок То есть Будет Прям Грубо говоря Цвет Хороший Цвет С Сиянием Можете Носить Очень Легко Пальчиком Тогда У вас Будет Просто Увлажнение И За счет Светоотражающих Частичек В составе Будет Появляться Дополнительный Визуальный Объем И такое Легкое Мерцание Но это Не будет Выглядеть Что у вас Все губы В блестках Нет Это все Очень Деликатно Очень Носибельно Очень Очень Приятно Ну и вообще Я считаю Что блески Должны Вкусно Пахнуть Всегда Блески И помада Потому что Мы всегда На протяжении Дня Чувствуем Аромат Ну и Одно из самых Основных Все-таки Свойств блеска Это конечно Увлажнение Без него Никуда И в нашем Блеске Туглэм Содержится Комплекс Ухаживающих Витаминов Витамин Е и Которые Которые Более 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 Насыщенный Красивый Макияж Глаз И мы Попросим Вас Потом Выбрать Какой Макияж Вам Больше Понравился Какие Продукты Вам Запомнились Нам Прям Очень Интересно Будем Показывать Вы Пишите В комментариях Спасибо Большое Мы Зовем Нашу Следующую Красавицу Модель Смотрите На Нашей Следующей Модели Уже Нанесен Тон И Выполнен Контуринг Нашей Палетой Я думаю Что Сейчас Мы Нанесем Тени И Также Добавим Немного Хайлайта У нас Потрясающего Цвета Глаза Голубые И мы Выбрали Очень Красивую Палету Она Может На первый Взгляд Показаться Сложной Но Сейчас Я Вам Буду Демонстрировать И Вы Видите Насколько Красиво Могут Выглядеть Эти Коричнево Фиолетовые Оттенки В Макияжах Так Ну Что Поехали Начинаю Самого Яркого Наношу В уголочек И Начинаю Наслаивать То есть Я От Ресничек Наверх Поднимаю Кисточку И Наслаиваю Цвет Можно Набирать Этот Цвет Несколько Раз И Чем Больше Вы Его Наслоите Тем Более Он Будет Такой Фиолетовый И Будет Видно Вот Это Сияние Переливающие Мерцающие Частички При Наносить Параллельно На Оба Глаза Закрываем Тени Очень Здорово Тушуются Вот Что Я вам Хочу Сказать Не бойтесь Темных Оттенков Вы Сможете Подтушевать Тени Даже Пальчиком Но Самое Классное Это Тушевать Соседним Оттенком То есть Вот Этот Цвет Наш Фиолетовый Мы Будем Тушевать Сейчас Таким Приятным Металлик Холодно Коричневым Цветом Вы Увидите Насколько Красивые Ровные Получаются У нас Тушевки Открываем То есть Сейчас На первом Этапе Я не добиваюсь Какой-то Идеальности Потому что Далее У нас Есть Супер Цвет Выручалка Который Нам Все Сгладит И Мы Очень Быстро Сможем Сделать Себе Вечерний Мейк Вот я Наношу На центр Его И начинаю Втушевывать Прям Фиолетовый И веду Уже По всему Глазу Оттенок Классный Тем Что он Создает Эффект Такой Дымки Если Вы Его Используете Самостоятельно То у вас Визуально Чуть Чуть У вас Визуально Будут Как будто Ненакрашенные Глаза Потому что Цвет Очень Природный У нас Много Такого Оттенка Во Внешности Открываем Глазки Это Просто Мягкая Красивая Коричневая Дымка Видите Насколько Макияж Смягчается При Использовании Второго Вот этого Коричневатого Оттенка И На втором Глазке Вполняем То же Самое Кисточку Использую Маленькую Плоскую Кисточки Подбирайте Себе Под Размер Вашего Подвижного Века Вашей Складочки Вашей Скуловой Части То есть Всегда Кисть Выбираем По Размеру Не бывает Универсальных Каких-то Кистей Всегда Стараемся Максимально Персонализировать Этот момент И вот Смотрите Я даже Пальчиком Тушую Очень Мягко Получается Очень Красиво Потому что Тени Высокопигментированные Нету Такого Что я Провела Пальцем И Забрала Все Тени На Палец Такого Не Будет Конжекшн Тени Действительно Очень Хорошо Тушуются Наносятся И Цветопередача Прекрасная И Нанесем Наверное Я хочу Еще Нанести Чуть Чуть Вниз Наверх Глазки А тот же Коричневатый Оттенок Я Нанесу Капельку Вниз Где-то На Одну Треть Века Угу Угу У меня Наски Сейчас Просто Очень Мягко И Пальчиком Можно Тоже Аккуратно Дотушевать Так И Смотрите Сейчас Покажу Как Вот Этот Макияж Где Мы Выделили Просто Глазки Сделать Немного Более Таким Праздничным Интересным Буду Использовать Вот Этот Пятый Оттенок В Палете Пальчиком Он У нас Идет С Таким Красивым Мерцанием И Буду Наносить Его На Центр Закрываем То Есть А Там Где У Нас Яблочко Глаза Нащупываем Самую Выпуклую Точку И Аккуратно Наносим Открываем Глазок Аккуратно Наносим Мерцание То есть И уже Наш Мейк Превращается В Супер Праздничный И вечерний Но Опять-таки Сияние Очень Деликатное Мы его Наносили Сухим Способом Соответственно У нас Не было Нет Супер Мерцания Но Если Вы Нанесете Влажным Способом То есть Это Влажным Пальчиком Или Влажной Кистью У вас Будет Супер Покрытие Такое Металлическо Мерцающее Так И Я думаю Что мы Еще Добавим Какую-нибудь Нейтральную Помаду Прохладного Оттенка Думаю Что Это Будет Что Это Будет Наверное Наверное Я Возьму Артикул 40 619 Гидролипс Очень Прикольно Я Все Время Играю Семь На Магните Упаковка Ой Вот Возьмем Такой Натуральный Розоватый Он Я Не могу Сказать Что Он Теплый Или Холодный Но Все Таки Если Сравнивать По нашей Палитре Он Больше Будет Как Прохладный Цвет Покажу Разницу В нанесении Нанесу Кисточкой И нанесу Прямо Со стика Нанесение Кисточкой Будет Создавать Вообще Супер Прозрачный Мягкий Эффект То есть Оно Будет Как бы Менять Ваш Натуральный Пигмент Губ Сейчас С одной Стороны Нанесу На губы Будет Видно То есть Он будет Менять Ваш Натуральный Пигмент Губ Как бы Создавая Другую Цветовую Температуру Если Вы Наносите Прямо Со стика Это Будет Более Плотное Покрытие И За счет Такого Определенного Как это Лучше Назвать Специально Разработанный Остроконечный Носик Который Заменит Нам Контурный Карандаш И Поможет Более Ровно И Быстро Нанести Помаду На губы Вот Я Именно Это Имела Ввиду Как Хорошо Что У нас Есть Супер Оля Я Участвовала Все Таким Разработки Продуктов И Мы Отслеживали Очень Много Отзывов Наших Консультантов Лидеров Сети Все Анализировали И пытались Создать В новой Серии Нашей Глэм Тим Самое Лучшее И самое Необходимое Для вас Сейчас Мы Покажем Те Продукты Которые Стартуют В 18 И 18 Каталог Но Не забываем Что В 2020 Году Линейка Будет Наполняться Огромным Количеством Невероятных Продуктов Поэтому Все Впереди Ну Я не знаю Если честно Видно вам Или нет Я просто Отсюда Вижу Очень Хорошо Здесь У нас Очень Натуральный Эффект Без Четкого Контура Чуть Более Растушеванный Здесь Более Плотное Покрытие Более Четкий Контур Надеюсь Вы Видите Я сейчас Потому что Продублирую Если что Скриншоты Увеличение И Смотрите По Эффектам Вот Хочу Более Плотно Нанести Цвет Почему Выбрала Розоватый Посмотрите У нас Довольно Приглушенные Такие Серо-холодные Глаза То есть Фиолетовый Он тоже Относится К холодным Оттенкам Очень Хочется Мейк Сгармонировать Поэтому Взяла Более Розоватую Приятную Тепло-холодную Оттенок И на Пигменте Губ Нашей Модели Он смотрится Несколько Теплее Чем На Стике Учитывайте Это Когда Подбираете Помаду То есть Каждая Помада Будет Индивидуально Выглядеть По-разному На каждом Человеке У нас У всех Разный Пигмент Губ Который Объединяется С цветом Помады Создает Свой Уникальный Другой Вот Что еще Мы можем Тут показать Ну я бы еще Хотела добавить К помаде О помаде Несколько слов Потому что Помада Не только Кремовая И хорошо Наносится Она еще Содержит Сывороточечный Комплекс Хиллор Лип На основе Суспензии Растительных Масел И гиалуроновой Кислоты То есть Мы Наносим Помаду Которая Нам дает Цвет И очень Комфортно В Носке Но при этом Наши губы Увлажнены И Скрываются Мелкие Морщинки Губ За счет Этого Сыворотов Ваточного Комплекса И губы Кажутся Визуально Более Объемными Гладкими И ровными Это Точно Лиза А какой-то Артикул Использовала Могла бы Ты повторить Пожалуйста Помада Да Помада 40 619 40 619 И еще Пропудрила Тоже Чуть Чуть Центральную Зону Т-зону Вот Ну что Идем дальше А мы Будем Наносить Тушь Как ты Думаешь Все-таки Завершить Образ Или мы Ну смотри Вот здесь У девушки Очень такие Самостоятельные Реснички Единственное Что бы я сделала Это возможно Подкрасила бы Нижние реснички То есть Бывают такие Варианты Что Внешность Очень Особенная Индивидуальная И иногда Тушь нам Действительно Не нужна Макияж Смотрится Очень красиво Дальше В наших Обучающих Видео Вы тоже Будете встречать Определенные Типы внешности Где мы Не будем Использовать Тушь То есть Вы выбираете Сами для себя Вы Свободны Экспериментировать С натуральностью Так А мы Нанесем Вниз Чтобы Выделить Так как Мы Нижние века Тоже Трогали Потеряла Тушь Другую Нанесем Так Про Другую А я думаю Что мы Нанесем Сейчас Вниз И на Следующей Модели Мы Нанесем Тоже Другую Тушь Сейчас Вам Тушь 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 Очень хорошо Прокрашивает Реснички Создавая Видимый Очень хороший Объем При этом Миниатюрная Щеточка Вот сейчас Лиза Как раз таки Демонстрирует Очень удобно Прокрашивать Ею Нижние Реснички А также Создавать Объем На Верхних Ресничках Я очень Люблю Наслаивать Эту Тушь Несколько Слоев Когда Особенно Делаю Какой-то Вечерний Макияж На самом деле Колоссальная Разница В нанесении Действительно Видно Прям Когда Начинала Наносить На реснички То что Тушь Именно Не на Разделение Удлинение А на Супер Объем То есть Это видно Прям С первого Нанесения И сейчас Смотрите У нас Получился Такой Эффект Что У нас Верхние Нижние Реснички Как будто Одинакового Объема Это Очень Круто И Я думаю Что Мы покажем Вам Сейчас На следующей Модели Еще Эту Тушь Чтобы Вы Оценили Полную Мощь Объема Будем Делать Супер Реснички Спасибо Большое Так Следующая Красавица С шикарными Бровями И Вы уже Видите Что Такая Яркая Внешность Сейчас Мы Не Обойдемся Без Яркого Акцента Что Это Будет Один Из Моих Любимейших Продуктов Так Но Сначала Стоит Упомянуть О том Что На Модели У нас Наша Тональная Сыворотка Нео Серум Которую Мы Предварительно Нанесли Также Мы Проработали Брови Нашими Деревянными Карандашиками Вот И И Все Дальше Уже Будем Дополнять Глаза Нашей Третьей Палетой В коричневых Оттенках У Лизы В руках Жидкая Матовая Губная Помада Stay True Это Инновационная Текстура Которая Не сушит Губы Очень Пигментированная Очень Хорошо Наносится И Самое Главное Она Очень Комфортна В носке При этом Она Долго Действительно Долго Носится И Можно Смело Заявлять О ее Стойкости Это Я подтверждаю Потому что Я сама Ходила Очень Долго С этими Помадами Очень Сильно Люблю И Абсолютно Никакого Дискомфорта Нет Обещаю Слово Визажист Это Дорогого Стоит Мы Очень Долго Искали Подобную Текстуру Разрабатывали Совместно С нашими Европейскими Производителями В Италии В лабораториях Сидели И Разрабатывали Для вас Чтобы Жидкая Матовая Помада Была Очень Комфортной В носке А все Это Благодаря Высокотехнологичной Формуле Помада На Безводной Основе Поэтому Имеет Очень Тонкое И Неощутимое Покрытие Легко Распределяется И Совершенно Не сковывает Движений Но При этом Очень Долго Носятся То есть Все Самые Лучшие Самые Важные Преимущества Требования К Помаде Мы Я считаю Выполнили И я Очень Надеюсь Что В ближайшее Время Вы Сможете Попробовать Эту Помаду На Себе А Сегодня Мы Используем Оттенок 40 466 Называется Он Красная Классика Этот Оттенок Настолько Уже Полюбился Нашему Всему Офису Фоберлик Что Было Достаточно Сложно Найти Для Сегодня С него Прямого Эфира Хотя Один Новый Образец Потому Что Все Девушки Себе Его В косметичку Уже Положили Пользуются И В коридорах Фоберлик Можно Встретить Достаточно Большое Количество Наших Сотрудников С Красными Губами Потому Что Этот Оттенок Настолько Универсален Что Подходит Абсолютно Всем Хороший Красный Очень Сложно Найти Это Правда Потому Что В основном Где-то Недостаточно Яркий Красный Где-то Пятнит Где-то Наоборот Более Такой Темный Красный Да Вот Такой Алый Красивый Это Большая Редкость Потихонечку Наношу Смотрите Я использую Кисть Потому Что Наношу Сейчас На модель Мне Удобно На другом Человеке Пользоваться Кистью Но Сама Себе Я Наношу Прямо Вот Этим Аппликатором С таким Заостренным Кончиком Им Правда Можно Сделать Очень Классную Форму И Если Только Где-то Что-то Чуть Дрогнула Рука Аккуратно Можно Быстро Все Это Подправить То есть Формула Дает Возможность Для Исправления Ошибок Только Не Давайте Зафиксироваться До Конца Аккуратненько Подправлять Если Что-то Пошло Не Так Но Конечно Мы С вами Понимаем Что Чем Помада Ярче Чем Помада Темнее Тем Сложнее Сделать Четкую Линию Это Можно Сделать И Выглядит Это Будет Очень Красиво Просто Нужно Чуть Чуть Потренироваться Я уверена Что Среди Вас Есть Очень Много Девушек Которые Обожают Яркие Цвета Которые Уже Супер Профи В Нанесении Ярких Помад И Ходят Так Каждый День Для Вас Это Уже Не Страшно Поэтому Вы Будете Мне Кажется Первыми Кто Скупит Все Яркие И Темные В первую очередь Этот Цвет И Будете Наслаждаться И Радовать Остальных Своими Прекрасными Губами Я Вот Наношу И Хочу Тоже Себе Нанести Сегодня Такой Ну А Тем Кто Все Таки Предпочитает Более Спокойные Нюдовые Оттенки В Палитре Содержат Еще Иные Оттенки В том Числе И Нюдовые И Вы Слегкостью Сможете Подобрать Для себя Свой Красивый Оттенок Но Кроме Того Сразу Забегу Вперед И скажу Что Все Палитры Будут Расширяться В Следующем Году Да И Лиза Будет Принимать Непосредственно Участие В Разработке И Доработке Всех Линеек Оттенков Это Очень Важно Мы вас Слышим И хотим Чтобы Каждая Из вас Подобрала Максимально Индивидуальный Оттенок Который Будет Подходить Ну Невероятно Красиво Для вас Лиза В следующих Мастер Мастер Обязательно Покажет Как Еще Можно Использовать Эту Текстуру Жидкой Матовой Помады Насколько Она Многофункциональна И Кстати Говоря Эту Текстуру 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 Увлажняющая Покрытие То есть За счет Этого Весь День Супер Комфортно Будет Мы Нанесли Я Рада У тебя Уже Все Нравится Мы Сейчас Один Продукт Да Основной Очень Круто И У нас Получился Полный Макияж Да И Действительно Без Тона Ровного Красивого Показать Яркую Помаду Наверное Будет Очень Проблематично Потому что Помада Должна Быть Центром Макияжа Да Тон Должен быть Идеальный Потому что Красный Цвет Он Очень Сильно Притягивает Всякие Покраснения Прыщечки Да То есть Нужно Все Сначала Идеально Затонировать И далее Красный Цвет Будет Смотреться На этом Фоне Очень Выигрышно Я Использую Сейчас Для Глаз Нашу Самую Наверное Мою Можно я признаюсь Мою Самую Любимую Простите Мою Самую Любимую Палету В такой Коричневой Гамме И сейчас Мы не будем Перетяжелять Глазки Добавим Сияние Одним Пальчиком Я наношу И другим Растушевываю Открываем Так У нас Начали Мерцать Веки И теперь Мы набираем Опять Бежево Коричневый Смотрим Прямо И прорисовываем Им Складочку То есть Мы кисть Прямо На открытом Глазу Вставляем Складочку И немного Оттушевываем Кистью Наверх Открываем И капельку Я пройду Я пройду Вдоль Ресничного Края Нашим Таким Красивым Переливающимся Тепло-коричневым Оттенком И очень Хочу Использовать Поскорее Туш Закрываем Глазки Очень Аккуратно На Одну Треть Глаза Я Наношу Наш Цвет Круглый Такой Круглой Кисточкой Бочонком Открываем Закрываем И чуть-чуть Чуть-чуть Я себе Помогаю Капельку Натягиваю Века Чтобы Подобраться Прямо К самым Ресничкам Совсем Чуть-чуть Вот темнее Здесь не надо Иначе у нас будут Брови Губы Еще и темные Глаза Будет все Очень много Мы утяжелим Внешность Поэтому сейчас Мы добавим Только нашу Тушь Объемную И все Кисточка У туши Фибровая Она имеет Анатомическую Форму И Небольшого Такого Размера Очень удобно Для того Чтобы Прорисовать Реснички Сделать Максимальный Максимально Распахнутый Взгляд Но при этом Щеточки Ловушечки Как мы их Называем Набирают В себя Необходимое Количество Массы И Очень хорошо Разделяют Ресницы То есть Несмотря на то Что основное Свойство Это Супер Объем Ресницы Не склеиваются Очень равномерно Разделяются И Фиксируются Создавая Эффект Распахнутого Взгляда Туда Да Объем Конечно Очень Классно Делают Это Правда Распахнутый 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 Олово Палет Пальчиком Буду Наносить Как будто Она хлопает Ресничками И он На нее Уходит Из внешнего Уголка Глазика Немножко Волшебства И пальчиком Видите Я просто Вот такими Отрывистыми Движениями Тушую К виску Сейчас Покажем Оп Палета Называется Одноименное Название Имеет Как и Наш Новый Макияж Палета Для лица Глэм Тим Под Артикулом 64 33 Чуть-чуть Еще на скула Наношу То есть Самое Активное Нанесение У нас Было Во внешних Уголках Глаз И дальше На скула Чуть-чуть Еще Я очень Хочу На переносицу Нанести Капельку Наверное Капельку На подбородочек Так Ну что Как вы Думаете Нужны Нужны Здесь Скулы Вот Именно Четко Прорисованные Это Зависит От Типа Внешности То есть В нашем Случае Я бы Добавлять Не Стала Так Как я Уже Повторюсь У нас Очень Много Всего Но Если Вы Хотите Если Вам Нравится Если У вас Например Более Тонкие Изящные Брови Если У вас Какой-то Более Нейтральный Красный На губах То Вы Можете Использовать Наносить Любой Из Оттенков Но Мы Хотим Сохранить Такую Аристократичность Подчеркнуть Наш Цвет Алый Поэтому Я думаю Что С этим Макияжем Мы Закончили И мы Позовем Сюда Наверное Всех Наших Красот Чтобы Посмотреть Да Чтобы Вы Оценили И еще Раз Выбрали Для себя Свой Любимый Макияж Нам Будет Очень Интересно Получить От вас Связь В Комментариях Что Вам Какие Продукты Вы Для Себя Отметили И Параллельно Приступим К ответу На Вопросы Которые Вы Задавали Во Время Прямого Эфира Очень Много Всего Вы Написали Очень Много Приятных Слов Благодаря За Очень Подробную Инструкцию По Нанесению Лиза Это Все Тебе Похвала Я Трогаю Микрофон Отчасти Значит Смотрите Достаточно Много Вопросов По Поводу Более Зрелой Кожи Для Девушек Элегантного Возраста Значит Смотрите Сегодня У нас Анонс Наших Новинок Нашего Нового Макияжа Глэм Тим В Дальнейшем Мы Будем Проводить Разные Мастер Классы Прямые Эфиры Где Будем Показывать Макияж На Разных Типах Кожи На Разных Моделях И Постараемся Охватить И Девушек Элегантного Возраста Обязательно Без В Туши HD Lash Щетка У нас Фибровая В Туши Extreme Силиконовая Очень Хочется Посмотреть Как Эта Линейка Делать Антивасторсной Макияж Это Один Из Последних Комментариев В Целом Все Очень Позитивно Я Думаю Что Вы Посмотрите Еще Раз Повторю Презентацию Подчеркнете Еще Какие-то Нюансы Комментарии Которые Лиза Давала Во время Презентации И Поскорей Приобретете Нашу Продукцию Новый Наш Макияж Глэм Тим И Попробуйте Все На себе Мы Будем Готовить Для вас Очень Много Всего Интересного Полезного Нового Будем Стараться Максимально Погрузить Вас В наш Мир Текстур Оттенков Постараемся Для Каждой Из вас Продумать Какие-то Свои Интересные Штучки Мы Были Очень Рады Сегодня Пообщаться С вами Показать Анонсировать Нашу Новую Серию Глэм Тим И Ждем Очень Ждем Продаж И ваших Отзывов Надеюсь Только Положительных Увидимся С вами В следующем Прямом Эфире И Будем Рады Ответить На ваши Ваши Интересующие Вопросы Всего Хорошего До свидания Этим Мином Правит Мода Каждый Ищет Свой Успех Есть Желание Идеально Быть Красивыми У Всех Выбор Свой Из Сотни Брендов Сделай Верный И Простой Будь На пике Модных Трендов С нами Будешь Ты Звездой Фаберлик Новый Модный Для Тебя Фаберлик Стильная История Фаберлик Мир Успеха Дверь Открой Фаберлик Следуй За Своей Мечтой Фаберлик Красота И Грация Фаберлик Это Гром Омации Фаберлик Здесь Ты Ум Здесь Ты И Я Фаберлик Новый Модный Для Тебя Фаберлик Фаберлик Мир Как подиум Как сцена Каждый шаг твой На виду Досягай Досягай Высоких Целей Воплощай Свою Мечту Как преодолеть Преграды Для себя Найдешь Ответ Шаг За шагом Все Награды Собирай Букет Побед Фаберлик Новый Модный Для Тебя Фаберлик Стильная История Фаберлик Мир Успеха Дверь Открой Фаберлик Следуй За Своей Мечтой Фаберлик Красота И Грация Фаберлик Это Гром Омации Фаберлик Здесь Ты Ум Здесь Ты И Я Фаберлик Новый Модный Для Тебя